Особое мнение на 101FM Тем у нас много, я напоминаю, что участвовать в эфире можете и вы, наши слушатели Через наш сайт, через форму анонсов, эхакирова.ру Пожалуйста, заходите, задавайте вопросы, Ян Евгеньевич на них будет отвечать И я вот предлагала бы разбить нашу беседу на два, так скажем, блока Это федеральные инициативы, так или иначе касающиеся нас всех Вот, и темы наши местные, достаточно громкие, по которым тоже хотелось бы получить комментарий юриста Ну, во-первых, Ян Евгеньевич, сегодняшняя новость, утренние Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит наказание за публикации С явным неуважением к власти в интернете 327 депутатов за, 40 против, 1 воздержался Я должна сказать, что мы с вами, по-моему, обсуждали уже эту тему, да? Неоднократно Неоднократно И тогда вы говорили, что в принципе, в принципе, считаете закон правильным Но с того момента, Ян Евгеньевич, произошла одна важная вещь Штрафы за выражение явного неуважения к власти в интернете выросли в 20 раз То есть минимальный порог, который грозит обычному физическому лицу, минимальная сумма, это 30 тысяч рублей Меня это никаким образом не пугает Не пугает, не пугает А неприличная форма, то есть это вот те 4 слова и их однокоренные Да, 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 это русские идиомы, причем достаточно жесткие и связанные с определенными физиологическими процессами На мой взгляд, культурный человек с помощью подобного рода слов просто не общается и мысли свои не высказывает В публичном пространстве, по крайней мере Да в любом, да в любом Ну, если только молотком по пальцу себе попал, вот тогда, наверное, допустимо А все остальное, это абсолютно неправильно Поэтому я считаю, честно говоря, что данные нормы вводить в виде особого отдельного какого-то законопроекта Ну, по большому счету, вообще излишне У нас существует статья об оскорблении, которая касается оскорбления граждан И в данном случае единственный здравый смысл я вижу только в том, что устанавливается ответственность за оскорбление юридических лиц, органов государственной власти, опять же, выраженной в неприличной форме Мы можем по-разному относиться к современной российской действительности Одобрять ее, не одобрять, критиковать наши власти, как угодно Но делать это все-таки следует в форме, которая присуща культурному цивилизованному человеку Я полагаю, что вот это законоположение, которое сейчас обсуждается, большей частью носит исключительно положительный характер с тем, чтобы приучить все-таки наших граждан дискутировать с властью на цивилизованном языке Не кажется ли вам, что этот законопроект и второй законопроект, кстати говоря, который в смычке, так скажем, принимается Это законопроект о борьбе с фейковыми новостями, да? И тоже там штрафы достаточно серьезные Это такая вот история, которая будет, вы сказали, избирательно применяться У меня есть ощущение, что это такой кнут будет в отношении неугодных граждан Возможно, возможно, здесь немножко рано подобного рода моменты обсуждать Почему? К сожалению, так сложилось, что у нас в Российской Федерации существует разное понимание норм писаного права Понимание гражданами, понимание юристами и понимание судьями Вот здесь самым важным являться будет, наверное, то, как эти нормы закона будут применяться на практике Очень ведь часто разъяснения Верховного суда Российской Федерации Фактически разворачивают любой законопроект на 180 градусов Фактически в противоположную сторону Может быть, таким образом наши судьи пытаются корректировать недоработки законотворцев Может быть, проводят согласованную политику высших эшелонов государственной власти, не знаю В какие сроки примерно мы можем увидеть, как это будет работать? Я думаю, что первый год в любом случае покажет У нас существуют многие нормы, которые не применяются в судах годами И практика судебная по ним крайне бедная Но в данном разе, я думаю, что на протяжении 2019 года Ну, хотя бы пару случаев в общем доступе уже появятся И можно будет эти судебные акты изучить Это будут показательные случаи? Специально для того, чтобы люди поняли, что вот этот несчастный страдалец теперь заплатит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа? Слушайте, слава богу За неосторожные слова Я понимаю, но слава богу, что все пока касается взыскания штрафов Вот когда наши... Слава богу, что взял деньгами, вы про это сейчас, да? Да не про то, Иоанне Нет? Просто слава богу, что за инакомыслие не сажают пока еще Во всяком случае, прямой нормы, связанные с несогласием отдельного гражданина Отдельно взятого гражданина С политикой партии и правительства Пока еще не наказуемо лишением свободы А в советское время это было, по-моему Да Правда, формулировка была, по-моему, что-то там за измену родине или что-то такое Да Значит, это квалифицировалось не как измена родине Это квалифицировалось как подрыв основ государственного строя Публичная клевета на советскую действительность И каралась весьма существенно Слава богу, что пока действующее право Российской Федерации таких драконовских норм не содержит На мой взгляд, может быть, конечно, я себе излишне внушаю оптимизм в отношении наших законотворцев Но мне кажется, что вот те нормы, которые мы сейчас с вами обсуждаем Они все-таки имеют свою целью приучить граждан более корректно высказывать критику в адрес властей Не переходить с частного на общее В любом случае мы можем по-разному относиться к конкретным каким-то законодательным инициативам Государственной Думы Можем называть ее бешеным принтером и как угодно Госдурой тоже можем называть? Пожалуйста Автор закона проекта сказал, что это не подпадает Ну, не подпадает, да, это литературное выражение Значит, с другой стороны, как только мы начнем фактически уничижительно отзываться о Государственной Думе Как политическом институте, который по большому счету правильный Вот это будет уже не совсем корректно Это может быть наказано Законный проект о борьбе с фейкими новостями Мы перед передачей с вами поговорили, сказали, немножечко посмотрели, изучили Скажите, пожалуйста, вот какой вопрос возникает в интернете сейчас у многих Те расследования, которые проводят и региональные журналисты, и федеральные журналисты И Алексей Навальный признавался, да? Вы назвали это слово Нам можно Нам можно, да Вот эти все расследования, они подпадают под действие этого закона или нет? Да нет Потому что те вещи, которые публикует Навальный, они вроде как в открытом доступе Но при этом мы знаем, что были прецеденты уже, когда требовали закрыть, убрать Как несоответствующие действительности Слушайте, ну, во-первых, невозможно бесследно удалить из сети интернет Любую новость, какой бы фейковой она ни была При должном желании ее всегда можно найти, откопать, вырыть, как угодно Что касается, опять же, цели этого закона Та норма, которую обсуждала и приняла во втором и третьем чтении Государственная Дума Предусматривает ответственность не просто за любую фейковую новость Серьезную ответственность? От 300 тысяч рублей штраф для граждан? Не за любую фейковую новость А только за ту, которая повлекла определенные последствия в виде Возможной дестабилизации органов государственной власти Какие-то массовые беспорядки и прочее, прочее То есть в этой части, опять же, порчу имущества Угроза функционированию госорганов и прочее Да, 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 да То есть здесь, опять же, если мы с вами в настоящий момент Или 1 апреля, например Какую-то новость вбросим в публичное поле И это повлечет только здоровый смех наших слушателей Никакой ответственности мы подлежать не будем Как бы дико эта новость не звучала А вот если эта новость, например, повлечет какие-то последствия В виде дестабилизации работы Медицинского учреждения Администрации города любого Не обязательно Кирова Дестабилизации работы органов полиции Еще что-то Ну вот здесь, конечно, можно и нужно, на мой взгляд Рассматривать действительно необходимость Привлечения подобного рода автора Подобного рода новости К административной ответственности Безусловно, нужно учитывать У меня вопрос Почему такие большие суммы? Вот зачем такие заградительные штрафы? Все понимают прекрасно, что большинство наших граждан Не в состоянии заплатить 300 тысяч рублей штрафа Не в состоянии Но это разориться можно Квартиру надо продать Кирове надо продать квартиру А зачем размещать в средствах массовой информации В сети интернет Какие-то фейковые, заранее придуманные новости Которые дестабилизировали работу Какого-то важного социального института Нет, ну человек мог не понимать Я понимаю, что незнание закона Не освобождает от последствий Там и ответственности Но человек мог не знать, к каким последствиям это приведет Смотрите, значит, в данном случае Никто никогда, я думаю, в обозримом будущем Как минимум, не запретит гражданам Высказывать и публично высказывать Свои сомнения Либо свое мнение О тех или иных фактах общественной жизни Слава Богу, пока еще декларируется И допускается свобода общественного мнения А безопасить себя как-то можно от этих штрафов? Написать Я тут слышал Размещая любые новости Не в утвердительной форме Не в утвердительной форме То есть здесь как раз подобного рода закон Не противоречит сложившейся судебной практике Действующим нормам права Он просто развивает эту систему Если человек в предположительном ключе Сообщает о том, что вот по сведениям его, например Происходит то-то, то-то И это далеко не факт А всего лишь предположение Либо слух какой-то Ну, это допустимо Точно так же, если человек Делится с слушателями своим мнением Как мы с вами в настоящий момент И нельзя сказать, что это какая-то новость Любая новость Это утверждение о свершившемся факте Солнце не взошло Или завтра не взойдет Либо завтра упадет комета К примеру На город Киров Вот это утверждение Яна Чеботарев, юрист в нашей студии Полминуты перерыва, мы вернемся Особое мнение на 101FM Юрист в перерыве говорит о том Что нужно посмотреть Каким образом новые нормы будут применяться Возможно, Ян Евгеньевич Возможно, что Да, судебная практика как раз Разъяснит нам всем о том Что для применения данных Законоположений, законов Наступления каких-либо Реальных последствий негативных Для общества и государства Абсолютно и не важно Вот тогда это будет Существенно, да Тогда это будет, ой 300 тысяч рублей штраф Вы это знаете Немало, немало Не ползарплаты даже Это для кого-то, извините Там за год зарплата А для кого-то и за два Учитывая среднюю зарплату В городе Кирове Возвращаемся к новостям Которыми нас порадовали И радуют И может быть порадуют В ближайшее время Депутаты и сенаторы На РБК На этой неделе вышла статья Трезвая жизнь На условиях ГЧП Государственно-частного партнерства Сенаторы предлагают бизнесу Инвестировать в строительство Вотрезвителей Соответствующий законопроект Подготовили в Совете Федерации Платить за пребывание В таких учреждениях Будут сами граждане Ну там такая большая статья В которой разъясняется Каким образом все это будет работать Но я, честно говоря Не очень понимаю вообще Насколько бизнес Может быть в этом заинтересован И насколько это С точки зрения закона Осуществимо Потому что Раз платить за это Будут граждане Значит граждане Должны по идее Дать согласие На такую услугу На оказание Услуги по доставке Гражданина Вотрезвитель И его пребывание там Не согласен с вами Как это будет обставить Оказание Ну вот давайте Смотрите У нас когда Вотрезвители отменили Несколько лет назад У нас что говорил Что по закону Наши медики Не могут оказывать Принудительную Медицинскую помощь Принудительную Медицинскую помощь Они могут оказывать Только если гражданин Дает согласие На ее получение Нет Нет Хорошо Действующее заказательство Предусматривает Ряд случаев Когда оказание Медицинской помощи Необходимой Для спасения Жизни и здоровья Гражданина Производится Без подписания Предварительно Информированного Добровольного Согласия В частности В ситуациях Которые явно Угрожают Жизни и здоровье Человек Вот в этих ситуациях Ян Евгеньевич Специально РБК На этом останавливается Прописывается Что человека Будут доставлять В медицинское учреждение Что и сейчас происходит А в отрезвителе Это будет какая-то Отдельная совершенно Структура Куда будут доставлять Граждан Перебравших сильно Которые не могут Самостоятельно Добраться до дома Вот в этом Своем состоянии Но при этом По здоровью Там им ничего Не угрожает Ну тогда Речь не идет Об оказании Какой-то медицинской услуги Но речь идет Просто об оказании Услуги Ну на мой взгляд Кстати Вот это очень Правильная постановка Вопроса По роду своей работы Я достаточно часто Бываю в Районных отделах Полиции И вижу о том Что очень часто В камерах Предварительного Заключения Называемых В народе Обезьянники Содержатся граждане Которые не совершили Никакого Правонарушения Преступления Просто Доставленные В сильном подпитии И находящиеся Под присмотром Уполномоченных сотрудников До вытрезвления Ну в последующем К ним как правило Применяется Административная ответственность За нахождение В пьяном виде В общественном месте Это штраф Да Значит Большой? Ну относительно нет До трех тысяч рублей Но цель Цель Содержания Гражданина Заключается в том Чтобы во-первых Не оскорблять Общественную нравственность Находясь В невменяемом состоянии Сильного алкогольного Опьянения В публичном месте Плюс Избежает Причинения Действительного Вреда здоровью Данного человека В конце концов Ему может стать Неожиданно плохо Он может упасть Он может упасть Он может Простите В драку ввязаться В драку ввязаться Он может Захлебнуться Бывают такие случаи Запросто Да Будет ему нехорошо Его никто Вовремя не перевернет Помощь не окажет И человек может Потерять здоровье Иногда и жизнь В этой части Безусловно Вопросы возникают Кто будет Определять Степень Алкогольного Опьянения Где находится Так грань Когда человек Считается Находящимся Слегка под шофе Но тем не менее Не подлежит Помещению В подобного рода Специализированное Медицинское учреждение Я думаю Что здесь Следует над этим Подумать Но тем не менее Тем не менее Здравое зерно В подобного рода Инициативе На мой взгляд Присутствует Не дело Полиции Заниматься Сбором Пенчужек И опять же Не дело Держать их До вытверждения В служебных Помещениях Полиции Ну и медики Тоже не рады Забирать Таких граждан Потому что Соседи По палате Тоже не рады Когда привозят Граждан Слушайте Одно дело Если человек Действительно Находится В состоянии Сильнейшей Алкогольной Интоксикации И требуется Оказание Специализированной Медицинской Помощи В виде Капельниц Промывания Желудка И прочее Без чего Он просто Может умереть Отоспаться Да Просто отоспаться С тем Чтобы человек Пришел В более-менее В меняемое состояние Пусть даже Из головной боли Но тем не менее Начал отдавать себе Отчет В своих действиях Вот А сейчас Ян Евгеньевич Самое интересное Сейчас мы О деньгах поговорим Если речь идет о том Что это будет Создаваться все На условиях Частного государственного Партнерства Во-первых На ваш взгляд Как кажется Это будет интересно Бизнесу И во-вторых Есть интересная Такая вот история Идет гражданин Хорошо одетый Ну или лежит Гражданин Хорошо одетый Уже не может идти Вот его забирают Потому что он хорошо одет И явно у него деньги есть Чтобы заплатить за услугу И второй гражданин Плохо одетый лежит Он может лежит Тут неделю уже Ну периодически вставая У него денег нет Это явно видно Он Бизнес заинтересует Этот гражданин Или нет Ну на мой взгляд В данном случае Речь пойдет все-таки О том Что деньги в итоге Бизнесмены Которые будут заниматься Подобного рода услугами Будут получать Скорее всего Не от гражданина А из бюджета А вот уже граждане Которые попались Лежащими В неположенном месте В состоянии Алкогольного опьянения На тротуаре Например В обнимку с урной Они будут эти деньги В бюджет уплачивать И выбора У бизнеса Кого забирать Кого нет Кому оказывать Услугу Кому нет Наверняка не будет Забирать будут всех Ну я думаю Что забирать будут Все-таки не бизнесмены А органы полиции Соответствующие службы Органы полиции Будут забирать И доставлять В эти замечательные Учреждения Все правильно Просто в настоящий момент Пока не все понятно Как будут называться Слушайте Районные отделы Внутренних дел Предназначены Для содержания Там людей Подозреваемых В совершении преступления Лица Которые Совершили Административный Проступок Они Не должны Содержаться Вместе С преступниками Которым Грозит Уголовное Наказание Которое Могут скрыться От следствия Суда Которые Ограбили Кого-то Или побили И прочие вещи То есть В данном случае Я исхожу Из того Что в целом Здравое зерно В такой идее Имеет место быть Другой вопрос О том Что Одним Законом Каким-то Одним Каким-то Ведомственным Приказом Здесь Скорее всего Не ограничиться Необходимо Продумывать Все-таки Как Идентифицировать Человек И какая Степень Алкогольного Опьянения И какое Поведение Этого человека Находящегося В степени Алкогольного Опьянения Определенной Является Основанием Для его Фактически Задержания И помещения Для вытразления Вот в подобного Рода И учреждения Если он В этом В этом же Состоянии Валяется Простите На театральной Площади Вот это Уже Вопрос И тут Уже Человека Надо Куда-то Доставить Да С тем Чтобы он Проспался И своими Ножками Проследовал По своим Делам Яна Чеботарев В нашей студии Прежде чем Мы перейдем К нашим Кировским Темам Я наверное Все-таки Предложу Нам прерваться На рекламу На полторы минуты Чтобы потом Уже Не отвлекаться Мы продолжаем Особое мнение Яна Чеботарев В нашей студии Небольшая заминка Мы тут изучаем Документ Который только что К нам Поступил От нашей службы Новостей Предупреждение От Роскомнадзора Для нас Я так понимаю Да Яна Евгеньевич Яна Евгеньевич Вчитывается Сейчас речь идет О неком сообщении На нашем сайте Касательно Губернатора Никиты Белых Что там Яна Евгеньевич Можно я зачитаю Да давайте Интересно Хорошо Ну вот Собственно говоря Управление Федеральной службы По надзору В сфере связи Предупреждает Нас О том Что в нашем Материале Размещенном В январе Гендиректор НЛК Который был Главным свидетелем По делу Белых Дата Такая-то Такая-то Содержится сведения О том Что получение Белых Взятки Является Версией Следствия Тогда как 1.02.18 Пресненским Районным судом Города Москвы Был вынесен Обвинительный Приговор В отношении Белых В котором Факт совершения Уголовного Преступления Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Является Установленным И достоверным Таким образом На момент Публикации Указанной статьи Факт получения Взятки Белых Уже не являлся Версией Следствия Был установлен Судом Ну что Ян Евгеньевич Что нам Будет за это Ничего вам За это не будет Значит Прежде всего Здесь Обращу внимание О том Что Документ Который Я держу В настоящий момент Перед собой Все-таки Является Предостережением О недопустимости Нарушения Законодательства На мой взгляд Определенная Логика В позиции Роскомнадзора Имеет место быть Действительно Спорный материал Был размещен 26 января 2019 года Тогда как Приговор В отношении Никиты Юрьевича Белых Был вынесен И вступил В законную силу Немножко раньше Поэтому Конечно Правильнее Все-таки Указывать Что Если уж Даже использовать Такой оборот Что это И версия Следствия Но она И подтверждена Решением суда Так-то Вступившего В законную силу Сложный Как и конструкция Ну хорошо Ну тогда Правильнее На мой взгляд Все-таки Указывать Что В соответствии С приговором Пресненского Районного Суда Никита Юрьевич Действительно Был признан Совершившим Подобного рода Деяния То есть То есть Тот факт Что адвокат Эту версию Оспаривали После вступления Решения В законную силу Не имеет Уже Никакого Значения На это Точно так же Можно указывать И это Будет правильно О том Что и сам Никита Юрьевич До сих пор Не признает Свою виновность И полагает Приговор Пресненского Суда Ошибочным И сторона Защиты Точно так же Считает Что и Процесс Был Не вполне Справедлив И в результате Приговор Был вынесен Точно так же Несправедливый Это можно говорить Это можно писать Здесь Роскомнадзор Просто поправляет Стиль Изложения Фактов Это конечно Прекрасно Что есть люди Которые Поправляют Наши тексты Я начал Батарёв Следят 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 Ерн Евгеньевич Продолжаем Но сейчас Повод конечно Не самый Веселый Может быть И не самый Праздничный Вокруг Эта история С гибелью Трёхлетней Девочки В городе Кирове До сих пор Не утихает Спор Вчера я только Видела Публикацию Вот уже Кто только Не сообщил В программу Пусть говорят Извините До портала Православия Мир И чего только Нет И все Эту тему Разбирают Естественно Разбирают Её С посылом Кто ещё Должен Понести Ответственности Должен ли За гибель Ребёнка Кроме Матери Которая По версии И девочка Погибла От обезвоживания От того Что не было Пищи Ну фактически От голода Умер ребёнок Мы все Помним Эту историю С задержанием Заведующей Поликлиникой Дикая история Которой Наблюдалась Девочка Причём С задержанием Таким показательным Под камерой И с наручниками Мы помним Последствия Этой истории Когда были Написаны Десятки Сотни Даже говорят Заявлений От медицинских Работников В знак протеста И в знак солидарности С заведующей Вот И сейчас Появляются Разные версии Совершенно о том Ну вот Если не медики То кто То почему Не социальные службы Почему не органы Опеки В конце концов Почему Не тот следователь Который Ошибочно Вынес решение О задержании Заведующих Приклиник И теперь должен Ответить За своё ошибочное решение Где были Правоохранительные органы Вам как кажется Вообще Кто-то должен Ещё нести ответственность Кроме непосредственных Приновников Или нет Ну вы знаете Я думаю Что вопросы Связанные С обоснованностью Избрания Меры пресечения В виде заключения Под стражу Безусловно Будут проверены И я думаю Что Если Органы прокуратуры Придут К выводу Что Оснований Для задержания Заведующей Не имелось Следователь Который Такую меру Пресечения Избрал Ответственность Понесёт Какую Я думаю Прежде всего Дисциплинарную Это выговор будет Ну да Минимум Да А что ещё Может быть Боюсь Даже Предполагать Это вслух Но я думаю Что ограничится Выговором Искать здесь Виноватых Честно Я думаю Что здесь Кроме родителей Родителя С которым Девочка Проживала То есть Матери Прямых Виновников Просто нет Говорить о том Что нужно В настоящий момент Строго наказать Всех Косвенных Виновников Педагогов Врачей Участкового Несчастного Руководства У МВД Или ещё что-то Ну Это высасывать Проблему из пальца Существует Чёткое правило О том Что ответственности Без вины Не бывает Необходимо Доказывать Наличие Прямой Причинно-следственной Связи Между Действием Или бездействием Конкретного Должностного лица И наступившими Последствиями Так вот На мой взгляд Причины Смерти Ребёнка Я полагаю Что это Установлено Уже и следствием Во всяком случае В средствах Массовой информации Сообщается Та информация Из которой Невозможно Другой вывод Сделать Послужила Преступная Халатность Преступные Деяния Матери Всё-таки Ответственность За здоровье Ребёнка Прежде всего Лежит И на родителях Если мать Оставила Девочку Без воды И пищи На неделю Кто может быть Виноват В том Что ребёнок Погиб Наверное Только она К задержанию Матери Вопросов Нет Я так понимаю Это странный шаг Со стороны Следствия Странный Абсолютно Шаг Я думаю Что прокуратура Даст Этому шагу Соответствующую оценку Я правильно понимаю Что после того Как прокуратура Даст оценку Вот этому шагу Следствия Больше никого Со стороны Привлекать не будут Слушайте Или предполагать Такое невозможно Предполагать Такое невозможно На самом деле Во-первых Следствие Собирает информацию Устанавливает Все обстоятельства Произошедшего Далеко не факт Что мы с вами В настоящий момент Знаем Всё Что происходило На протяжении Этой недели Когда ребёнок Был Заперт Если вскроются Какие-то Новые обстоятельства Будут получены Новые факты Может быть Мы узнаем Имена и других Лиц Которые Прямо Причастны К смерти Ребёнка Либо К не оказанию Ребёнку помощи Если бы Например Органы Правосудия Правопорядка Установили Что Есть человек Который Заведомо знал Что ребёнок Закрыт один Что он находится В опасной Для жизни Ситуации И не оказал Ему помощь Я бы не удивился Если бы Такого человека Взяли под стражу И обвинили В какой-то халатности Но пока мы не знаем Пока мы этого не знаем Да На мой взгляд Задержание заведующей Было Ну всё-таки Необоснованным шагом Продолжения Этой истории Не будет Может быть и будет Когда отпускали Заведующий Сообщался о том Что и отпустили В социальных сетях Я видел информацию Что это не конец И где-то там То ли 9-го То ли 10-го марта Снова будет решаться Вопрос Задачей следствия Является Не только Наказание виновных Установление виновных Но и установление Всех причин И обстоятельств Способствовавших Совершению Того или иного Деяния Если будет Установлено Например Что со стороны Врачей Участкового педиатра Заведующей поликлиникой Были допущены Какие-то Должностные нарушения Медики пока говорят Что нет Еще раз Я этого не знаю Никто этого не знает Кроме следствия Материалы дела мы не видим Да Значит В данном случае Я думаю Что неудивительно будет Если родится Какое-то Представление Со стороны Следствия В Департамент Здравоохранения В Министерство Здравоохранения Непосредственно Руководство Лечебного Учреждения С тем Чтобы Были приняты Меры Позволяющие Не допустить Похожие Действия Похожие Бездействия В будущем Но Карать за это Лишением свободы Привлечением К уголовной ответственности На мой взгляд Невозможно Почему Потому что Невозможно было Никому Находящемуся В здравом уме Предполагать Что родитель Оставит Своего ребенка Без пищи и воды На неделю Да На столь Длительное время Только Человек С нездоровой Психикой Может На мой взгляд Вести себя Подобным Вроде Образом Я думаю Что этот факт Точно так же Следствие Будет проверять И не одна И не две Даже наверное Но на какие-то Психологи Психиатрические Экспертизы Следует Рассчитывать Я не уверен Что даже Матушка Погибшей Девочки Понесет Уголовную Ответственность Потому что На мой взгляд Она ведет себя Как человек Неадекватный То есть Возможно Будет лечение Какое-то Назначенное И после этого Человека Выпустят Возможно Больных людей Закон Не наказывает Он Предписывает Их лечить Насколько Она была Вменяема Я не знаю Это установит Следствие Как вам кажется Последствия Вот этой Вот истории В части Возможной Профилактики Подобного И повторения Будут Скорее Позитивными Или скорее Негативными Потому что Мы видим Что Игорь Васильев Поручил Проработать Весь комплекс Мер Со всех сторон Все органы Так или иначе Все государственные Службы Задействованы В наблюдении За благополучием Детей На территории Кировской области Выявить Посмотреть Все проблемные Точки адреса Обойти И прочее И прочее И прочее Во что это может Вылиться Ну В очередной вал Бумаг Которые По Их порче Плавно Перекочуют В мусорную корзину Ага Слушайте У меня Масса Родственников Полезного эффекта Не предвижу Пошел к квартире Участковой Позвонил в дверь Здравствуйте Здравствуйте Откройте Пожалуйста Дверь И за дверью Разносится Нецензурная Брайан Указывающая Куда следует Сотруднику Отправиться Ну Выломать дверь Войти Принудительно Он не может Ему наконец Не может Кто-то вообще Просто не ответить Дверь не открыть Если ребенок За дверью плачет Он имеет право Выломать дверь Если сильно Плачет ребенок Ну Теоретически Да Теоретически Да Но Проблем В связи С подобного Рода Деянием Он хлебнет Столько Что я думаю Что Двери выбивать Не будут Ну Редко Кто рискнет Связываться С подобного Рода Вещами На самом деле Почему Потому что Просто плач Ребенка Маленького Не свидетельствует На самом деле Ни о чем Плачет И плачет Любой ребенок Плачет Легкие развиваются Игрушку не дали Либо сон плохой Приснился Это же не говорит О том Что его кто-то бьет Кто-то истязает Что он один Без еды Пищи И прочая вещь Я не говорю о том Что не следует Обращать внимание На подобного рода факты Безусловно Следует Но просто Из самого Разового Какого-то плача Крика И так далее Делать какие-то Выводы Весьма проблематично Не говоря уже о том Что у нас У многих квартир Двери такие Что их Простите Выбить с плеча Весьма проблематично Есть такое дело Ян Чеботарев Юрист нашей студии Две минуты Остается у нас До конца эфира Я хотел спросить О перспективах Дела по Александровскому костелу Насколько я понимаю Назначена Или будет назначена Экспертиза И выяснится этот вопрос В апреле В конце марта 25 марта У нас Очередное заседание Там будет обсуждаться Вопрос как раз О разрешении Ходотайства Местной католической Общины О назначении Экспертизы Я напомню Что католическая Община И наше Министерство Имущества Госимущества Друг у друга Оспаривают сейчас Здание Да Ну да Позиция Фактически Католиков Сводится к тому Что 327 Федеральный закон О возврате Имущества Религиозного Назначения Религиозным Организациям Действует Храм Александровский Костел Был создан В 1903 году Именно как католический Храм В последующем Национализирован Потом реконструирован И теперь Власти говорят Что после реконструкции Он утратил Своё конфессиональное Значение Ну Нечто вроде Этот вопрос и будет Рассматривать Власти говорят Вообще Очень смешные вещи Они говорят Что никакого Костела Не существует Имеется здание Построенное В 90-х годах 20-го века И это здание Не Александровского Костела А здание Органного Зала На наши вопросы О том Почему тогда Этот памятник Почему тогда Это здание Является памятником Истории архитектуры И по всем документам Числится Как созданный В 1903 году По проекту Архитектор Войцеховского Ответа мы пока Не получили Но тем не менее На самом деле Здесь просто Правительство Использует Определенную Лазейку Которая Действительно Позволяет При решении Вопроса О передаче Имущества Религиозного Назначения Верующим Отказывать В подобной Вроде Передаче Если Будет установлено Что имущество Недвижимость При его создании Не имело Специального Исследования К сожалению У нас Юристов Не учат Ни истории Ни искусствоведению Ни строительству И нам приходится Прибегать К помощи Экспертов Экспертов будете Вы привлекать Или вторая история Ну Мы уже Заявили Ходотайство Проведение Экспертизы И предложили Экспертную Организацию В настоящий момент Правительство Кировской области Может предложить Кандидатуру Своих экспертов И суд уже Решит Кому поручить Производство Экспертизы И какие вопросы Перед экспертами Ставить Яна Чеботарев Юрист в нашем эфире Программа Особое мнение На этом завершается Яна Со слушателями Прощаюсь А Яну Евгеньевичу Даю возможность Поздравить женщин Поздравляю Всех женщин и девушек С наступающим 8 марта И не только девушек Сегодня у моего Большого друга Андрея Цыпаева День рождения Его также С днем рождения Но тем не менее Мира Весны С праздником Всем до свидания